ДИНАРА САДУ ДИНАРА САДУ ДИНАРА САДУ ДИНАРА САДУ ДИНАРА САДУ ДИНАРА САДУ о поводках работах в Атровской области. Жилойский район и город Кульсары на данный момент продолжаются восстановительной работой. За последние сутки восстановлено электроснабжение в 77 домах, а также газоснабжение в 150 домах. По данным на 25 апреля 3591 пострадавший в городе Кульсары получил единовременную материальную помощь в размере 100 МРП. Продолжаются работы по откачке воды. Объем откачанной воды на сегодняшний день составляет 1,8 млн куб. м. По состоянию на 25 апреля вода отошла от 1710 частных домов. Также продолжаются работы по дезинфекции. За прошедшие сутки дезинфекционные работы проведены в 100 домах и 3 социальных объектах. В комиссии по оценке и возмещению ущерба на 25 апреля от граждан принято 2523 заявления. В техническом обследовании и оценке имущества задействовано более 40 специалистов. Что касается Атараусской области и половодия реки Жаек и увеличенного водосброса Сариклинского водохранилища, продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия. Они завершены почти на 96%. То есть из 521 км дамп уже возведено свыше 500. Уложено более 4,7 млн единиц Мишкатары. Задействованы 15 тысяч человек и 1500 единиц. В ближайшие 3-4 дня эти работы будут завершены полностью. Спасибо за внимание. Благодарю. Евгений Николаевич, добрый день. Как обстоят дела в Североказахстанской области? Добрый день. Обстановка у нас стабильная, сложная, но стабильная. Тем не менее, Сергеевское водохранилище заполнено на 152%. Перелив через гребень составляет 2,75 мм. И он уменьшается, неуклонно уменьшается. За предыдущие сутки уменьшился на 23 см. Соответственно, в Верковьях, выше Сергеевского водохранилища и ниже, в пределах реки Исиль, по территориям Шалакына, Габита-Мусрепова, Исильского района и отчасти Козылжарского района наблюдается устойчивый спад воды. В частности, на гидропосту села Покровка за сутки он понизился уровень воды на 23 см. На Невникольское уменьшился на 2 см. Но пик Паводка сейчас проходит в Петропавловск. И здесь у нас зафиксировано увеличение за предыдущие сутки на 13 см. По прогнозам Кеск-Гидромета, это будет у нас пик Паводка пройдет до конца недели, потом будет постепенный спад. То есть уже с 1 мая прогнозируется устойчивый спад воды по всей территории Северо-Казахстанской области. На данный момент потопленными у нас остаются, по уточненным данным, 3702 дома. В основном это частные жилые дома. Сейчас вода ушла из 196 домов. Эвакуировано 14 388 человек, из них 3596 детей. В пунктах временного размещения населения в данный момент прибывает 906 человек, из них 159 детей. И у нас их этих пунктов 13, то есть 8 в районах и 5 в городе Петропавловске, созданы достаточно хорошие, приемлемые условия для жизни, для временного пребывания людей. И как только пик пройдет Петропавловск, у нас планируется сейчас всю водооткачивающую технику использовать для того, чтобы из подтопленных территорий, особенно это касается микрорайона Подгора, эту воду перекачать обратно в Есиль. Это достаточно долгий процесс, но мы приложим все силы. Наши подразделения, чем сейчас занимаются? В основном это совместно с сотрудниками полиции, патрулируют подтопленные населенные пункты, мониторят уровень воды в них, помогают людям, то есть занимаются экстренной перевозкой, когда есть тяжелобольные люди или нуждающиеся в лечении люди, обязательно мы их перевозим. Вот, также и другими работами. Когосуточной работает противопаводковой штабы в Петропавловске в районах СКО. Паводковая ситуация у нас находится на постоянном контроле. Спасибо. Нуржамырза, Батс-Казақстан облысындағы сонға ахпараттармен бөлсеніз. Систиклей феркет? Кайырлакым! Кайырлакым, хормиu тәрпестер, хормиu тәрпемендер. Батс-Казақстан облысында онын ауан сутасықынын туралы ахуалға қысқар жат опталу бөлсен. Казырятанда оуынстасутасықынын алдын-алу және Продолжение следует... 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 И волонтеры, и психологи, возможно, где-то. Поэтому это очень огромная работа. Ассамблея в этой работе показывает активную часть. И я считаю, что это закономерно, что ассамблея в этом участвует на передовой и первой. Телемарафон «Без Бергемес» пройдет в прямом эфире 10 республиканских телеканалов. Запланирован он на 30 апреля. Пятичасовая трансляция посвящена пострадавшим от паводков казахстанцам, а также тем, кто помогает устранять последствия половодия. В их числе спасатели, волонтеры, медики и просто неравнодушные жители. Прямые включения планируются в восьми областях с наиболее сложной обстановкой. Онлайн-трансляция будет доступна на официальных сайтах телеканалов или в социальных сетях. Дети из пострадавшей от паводков Костанайской области проходят реабилитацию в Баянауле. Вторую неделю они отдыхают в оздоровительном лагере. Там школьники совмещают учебу с полезными процедурами и конными прогулками. Рассказывает Вербол Абишев. Айден Сагидула живет в селе Казал-Жолдус вблизи Аркалыка. Глубокой ночью его вместе с другими домочадцами эвакуировали из подтопленного дома. Мальчик не сразу понял, что случилось. Последствия наводнения он увидел ранним утром. Когда я увидел в окно, что творится на улице, я сильно испугался. Как я понял, очень много людей еще оставались в опасности. Говорили, что больше ста человек забрали с крыш домов на вертолете. До сих пор переживаю, как там в нашем ауле. Чтобы дети поскорее забыли тревожную картину, сотрудники лагеря стараются отвлечь их от пережитого. После занятий каждый день проводят экскурсии по живописным местам Баянаула. Впечатлений моря, говорят юные гости. Мы посетили мавзолей Машхур-Жусупа-Копеева. Удивительное место. Очень запомнились каменные изваяния. Были на Кемпиртас, поднимались в пещеру Куныр-Аулие. Каждый день наполнен необыкновенными эмоциями и восхищением от этой неописуемой красоты. В нашем центре работает кабинет здоровья. Через каждые 40 минут дети получают массаж, принимают фито-чай и делают лечебную гимнастику. Это все вместе очень хорошо укрепляет иммунитет. Каждый день детей радуют подарками. Материальная помощь приходит отовсюду. Сегодня спонсоры прислали спортивные костюмы, кроссовки и другую одежду. Выражаю от всех нас большую благодарность. Мы очень признательны и довольны таким гостеприимством. Дети хорошо отдохнули, довольны, узнали много нового и переняли навыки местных рукодельниц. Уже скоро дети поедут домой. Старшие школьники будут помогать взрослым восстанавливать аулы после наводнения. Ир Булабишев, Давлек Ушкарбаев из Павлодарской области, 24 КИЗ. Теперь о том, что происходит в мире. США, Великобритания и Канада расширили санкции против Ирана в ответ на недавний обстрел Израиля. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство стран. Ограничительные меры введены против компаний, которые экспортировали Тегерану компоненты для производства беспилотников и баллистических ракет. Отмечу, Иран обладает крупнейшим ракетным арсеналом на Ближнем Востоке. Больше 3000 снарядов с радиусом действия до 2000 километров. Ранее Евросоюз согласовала санкции против Ирана. Они вступят в силу после формального оформления решения Совета ЕС. Ранее Евросоюз. Также глава внешнеполитического ведомства поддержала инициативу Бразилии по увеличению налогов для сверхбогатых людей, которые составляют самый большой углеродный след, вкладывая при этом мизерные усилия в решение проблемы. Отмечу, исследователи оценивают глобальный климатический ущерб к 2050 в размере 38 триллионов долларов. Природные явления Эль-Ниньо и Ла-Ниньо участятся в ближайшие десятилетия. Это связано с изменением климата, которое приводит к потеплению Тихого океана. Такие выводы сделали американские ученые, пишет Загардио. Климатические циклы поражают разные части мира. В Латинской Америке они спровоцировали засуху, нанеся ущерб таким культурам, как пшеница, соя и кукуруза. На большей части Южной Америки наблюдалась высокая температура воздуха. В Аргентине и Чили больше дождей, что привело к разливам рек. Отмечу, феномен Эль-Ниньо характеризуется аномально теплой водой в восточной части Тихого океана и засухом. Ла-Ниньо же, наоборот, приносит холодные воды и заморозки. Это, безусловно, самая сильная засуха за последние годы. С тех пор, как я родилась, я никогда не видела такой засухи. Если так продолжится дальше, мы будем голодать. Мы планировали собрать урожай и продать его в национальное зернохранилище. Но большая часть нашего урожая уже завяла. Последствия глобального изменения климата оказали сильное влияние на фермеров во всем мире. Им приходится выращивать урожай в условиях засухи и рекордных наводнений. На помощь приходят новые технологии. Так, к примеру, в Танзании для контроля состояния кофейных плантаций используют специальные датчики. В Японии высаживают водоросли, поглощающие углекислый газ. А в Ираке придумали новый метод экономии воды. Подробнее в следующем сюжете. Жители города Якогама бережно высаживают ростки взморников, пески местного пляжа. Эти простые на вид водоросли обладают уникальными свойствами. Растения способны поглощать и удерживать в своих стеблях большое количество углекислого газа. По оценкам Министерства окружающей среды Японии, в 2022 году их концентрация в прибрежной экосистеме достигла около 350 тысяч тонн. Однако за последние 20 лет заросли взморника резко сократились из-за роста урбанизации и изменений климата в целом. Если бы этими растениями был засажен каждый мелководный участок побережья, то он мог бы поглощать до 20% вредных выбросов. Из-за того, что сейчас водорослей очень мало, они удерживают лишь несколько процентов СО2. Это не окажет быстрого эффекта в качестве меры против глобального потепления. Вода проходит несколько циклов использования. В течение полугода ею поливают растения. А после того, как она проходит природный фильтр в виде почвы, насыщает кислородом и заливает в бассейны с рыбой. После того, как я почти полностью потерял весь свой урожай, я стал искать информацию о передовых сельскохозяйственных технологиях, смотреть документальные фильмы. Я начал изучать гидропонику и аквапонику. Чтобы понять, как это работает на практике, я посетил несколько стран и познакомился с экспертами. Сейчас я применяю все эти знания, и мне удается добиться таких результатов, используя малое количество воды. Владельцы кофейных ферм в Танзании нашли способ защитить урожай от последствий глобального изменения климата. Для этого к растениям прикрепляют специальные датчики, которые в режиме реального времени отслеживают их состояние. В систему также будет внедрен искусственный интеллект. Датчики записывают показатели электрической активности, которые отражают состояние кофейных деревьев. За последние 10 лет ситуация во многих фермерствах нашего края изменилась. Сейчас мы чаще ощущаем на себе последствия изменения климата. Нам критически не хватает ресурсов, в частности воды. Эти технологии помогут нам держать ситуацию под контролем. Танзания – крупнейший в мире производитель кофе. По объему выращивания и экспорта страна обгоняет соседнюю Кению. Разработчики устройства надеются, что в будущем их технология будет применяться и на других фермерских хозяйствах. Ассель Абдакалыкова, 24 КИЗ. Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз бумаги и картона за пределы ЕАЭ. Соответствующее постановление 25 апреля подписал председатель Кабмина. Согласно документу, запрет будет действовать в течение 6 месяцев. Как сообщают местные СМИ, меру изначально ввели в 2021 году. Тогда ряд крупных производителей бумажных изделий страны столкнулся с дефицитом регенерируемого сырья, из-за чего производственные мощности были задействованы всего на 30-40%. Надзор за пресечением незаконной деятельности будет осуществлять пограничная и таможенная служба Кыргызстана. Директива вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При этом посещают его около 30 миллионов гостей ежегодно. По официальной статистике, многие посетители приезжают в Венецию всего на один день без ночевки и приносят местной экономике сравнительно небольшой доход. Вернемся к событиям в нашей стране. Пустующее пастбище возвращают в госсобственность в Туркестанской области. Только в одном Келесском районе прокурору выявили больше 18 тысяч гектаров сельхозземель, которые брали в аренду, но годами не использовали. Некоторые территории в частых руках оказались незаконно, сообщили в надзорном органе. После тщательного анализа районному акимату рекомендовали начать процесс изъятия. Кто-то из арендаторов решил добровольно вернуть землю, а кто-то с кем-то пришлось проводить разъяснительную работу. Пока в суд направили только два исковых заявления о принудительном учуждении, а не изъяты земли, по данным специалистов, перераспределят и вернут в сельхозоборот. В населенных пунктах не хватает пастбищ, но мы наблюдаем случаи, когда брали в аренду тысячу-две тысячи гектаров и не использовали. По итогам анализа дали рекомендации по возврату земли. Вышло постановление Акима района о возврате 16 тысяч гектаров. Остальные две тысячи добровольно вернули. Водителя с задолженностью по штрафам на 90 миллионов тенге остановили в Туркестане. Стражи порядка обнаружили его с помощью системы Кургал. Владельцем автомобиля Toyota Highlander оказался 46-летний житель Казаларды. Его в машину отправили на штрафстоянку, пока он не заплатит все долги. Согласно судебному решению, патрульные полицейские водворили транспортное средство на штрафстоянку. Водителю разъяснили о необходимости своевременного погашения долгов и штрафов. Из 500 стихийных свалок в столице в прошлом году удалось ликвидировать только половину. С начала года инспекторами Департамента экологии установлено больше сотни новых несанкционированных точек. В очередной рейд по таким местам вместе с ними отправились и наши корреспонденты. Горы строительного мусора. Впрочем, среди этих отходов можно обнаружить и останки животных. Столичным полицейским только предстоит установить владельца, но, как правило, сделать это практически невозможно. Чаще всего крупные застройщики для вывоза мусора привлекают подрядчиков. Однако последние зачастую отправляют его не на полигон, а находят для этого тихие окраины города. По итогам 2023 года было несанкционированных свалок 500 с лишним точек было. В настоящее время проводим мониторинг, но самими силами Департамента выявлено 120 точек по городу Астана несанкционированных свалок. Из них, как вы видите, в Байканурском районе идет ликвидация. По прошлому, в 2023 году, всего лишь было ликвидировано местным исполнительным органом, всего лишь 550%. При этом половина всех неликвидированных городских свалок приходится на два района столицы – Нуринский и Есильский. Именно левобережье мегаполиса активно застраивают. Если и установят нарушители, то, как правило, в первый раз они отделываются предупреждениями. Впрочем, и уплатить штраф им не составит труда, поскольку суммы для них минимальные. По закону, за устранение стихийных свалок отвечают акиматы. Для этого через портал госзакупок они привлекают подрядчиков, а из бюджета ежегодно на эти цели тратятся миллионы. В районе Байконер у нас три точки. Одна из них возле ТЭЦ. Как закончим здесь, поедем на другие точки. Отсюда мы уже вывезли 120 тонн мусора. До вечера еще уберем около 70 тонн. К слову, в 2023 году за несанкционированные свалки в Казахстане оштрафовали акимов и их подчиненных почти на 16 миллионов тенге. С помощью космомониторинга в прошлом году в стране обнаружили больше 5,5 тысяч незаконных мест складирования мусора. Решить проблему системно обещали на правительственном уровне. В профильном ведомстве уже заявили, что намерены увеличить штрафы и изымать технику нарушителей на штрафстоянку. Пока инициативы продолжают обсуждать Мульнара Ерманова, Растанбек Успанов, 24КИЗ. Наш коллега Рауль Габитов. На вас будет наложен административный штраф в размере 5 МРП за то, что вы на удочку сидите и рыбачите. Запрещенные сроки. Временный запрет на рыбалку в Астане ввели в середине апреля. Караси, щуки и окуни мечут икру, поэтому нарушать естественный процесс нельзя. Но некоторым жителям столицы азарт дороже природной гармонии. С самого утра здесь, на столичной набережной, можно встретить нарушителей с богатым ловом в садке. Сейчас экология такая. Надо рыбу беречь, размножать побольше на одного, а не вылавливать. Но при этом вы сами с удочкой здесь сидите. Ну я любительский, пенсионерский любительский лов. Много наловили? Штуки четыре есть. Штуки четыре? Покажете улов? А я бы отпустили. А, отпустили вы. Дружу с рыбой. Не в дружбу, а в службу рыбаков все-таки пришлось оштрафовать. Административный протокол на этот раз нарушители восприняли с пониманием. Одному ездить тяжело. Мы стараемся ездить своей группой, отделом, на двух-трех машинах. Потому что очень любители относятся к нам, знаете, как агрессивно. Их много же. Вот один приедешь, они начинают со всех сторон, там, ау, вопросы задавать. Кто-то где-то выпивший может быть. Нарушителей специалисты встречали практически на каждом участке реки. При виде людей в форме многие рыбаки в рекордные сроки сматывали удочки, срывались с крючка инспекторов. Бросили снасти и убежали. Потому что штраф. Никто не хочет штраф получать, поэтому убежали. А улов был? Улова нету, он просто сама вот это и есть косынка, о которой я вам говорил. Цепляется на место крючка и ставят вот. И в эту ичью попадает рыба. За применение этой снасти штраф больше? Или тот же самый? Штраф больше здесь идет. Вот как запрещенные орудия улова, как сеть идет. Это уже браконьерство? Это уже как браконьерство считается, да. Нарушение запрета на рыбалку карается штрафом. Значение тут имеет объем выловленной рыбы. От 30 до 120 тысяч тенге. Если улов богатый, можно понести и уголовную ответственность. Инспекторы выезжают. Вот за этот период по 16 апреля, по 22 апреля было составлено 25 административных материалов. А вне нерестового периода, что является незаконным? Ну, у нас незаконным является, первое, это производят лов рыбы запрещенными орудиями улова. Это сети из пластикового моноволокна. Это у нас запрещенные орудия. Там экраны, всякие вот непредусмотренные правилами рыболовства. Такое часто вообще бывает? Часто бывает, да. Оформляем правонарушителей, предъявляем ущерб причиненному государству. И вот наш отдел составляет такие вот материалы. По правилам любительская рыбалка не требует разрешений, если улов не превышает 5 килограммов на человека. Промысел в таком случае бесплатный. Но если вес пойманной рыбы больше, то тут нужна специальная путевка. При этом ловить рыбу как угодно нельзя. Следует использовать только те снасти, которые разрешены законом. Рауль Габитов, 24 КИЗАД. 95 человек пострадали от укусов клещей за 4 недели в области ЖТСУ. Это намного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты связывают уменьшение числа пострадавших с усилением профилактических мер. В частности, дезинфекция в эндемических зонах региона. Они уже охватили 230 гектаров лесных массивов и парков. Работы проводятся в два этапа. На сегодня случаев энцефалита в области не зарегистрировано. Специалисты предупреждают, что заражение энцефалитом чревато серьезными последствиями для здоровья. При укусе клеща необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью к врачу-хирургу. Для того, чтобы ввести иммуноглобулин. Так как иммуноглобулин наиболее эффективным считается при введении до трех дней после укуса. Больше 70% автомобилей скорой медицинской помощи в области Абай выработали свой ресурс. Обновить автопарк в управлении здравоохранения планируют с помощью лизинга. До конца года в регионе намерены закупить 93 новые машины. Кроме того, в области в рамках реализации национального проекта модернизация сельского здравоохранения планируют построить 65 новых врачебных амбулаторий, фельдшерских и медицинских пунктов. На это потратят свыше 10 миллиардов тенге. Эти автомобили будут распределены между всеми районами области. Часть автомобилей для обновления парка областной станции скорой помощи, которая находится в городе Семей. Последний раз автомобили скорой медицинской помощи обновлялись в период ковида. Это в 2020 году. В селе Антала области Улатау открыли фельдшерско-акушерский пункт. Это четвертый медицинский объект, который заработал в регионе с начала этого года. В новом здании есть все необходимое оборудование, чтобы оказывать сельчанам качественную медицинскую помощь. В этом году в области откроют более 20 фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов. Их построят по программе АОЛ Ель Бесага. В течение трех лет в Улатау планируют обновить все сельские медучреждения. Нам обновили все оборудование. Пациенты довольны. В штате у нас есть санитарка, три медсестры, водитель. Для работы созданы все условия. Учения с перестрелками и взрывами организовали в Астане. Привлекли к тренировкам бойцов территориальной обороны. Это обычные военнообязанные жители, которые числятся в запасе. По сценарию они отражали атаку диверсантов. Мой коллега расскажет о том, удалось ли выполнить поставленную задачу. Профессиональными военными эти люди не являются. В армии они уже отслужили и живут теперь на гражданке. Но недавно в стране объявили военные сборы. Им снова пришлось надеть обмундирование и взяться за оружие. Теперь уже в качестве бойцов теробороны. Сборы продлились 10 дней. Сегодня последний. Вообще это хорошая практика. Жили все это время по армейскому режиму. Утром подъем, вечером отбой. Вспомнили службу. Знания, полученные за время учебы, участники подкрепили на поле условного боя. По легенде, на один из промышленных объектов столицы готовится террористическая атака. Бойцы теробороны об этом знают. Они устанавливают блокпост неподалеку от предприятия и проверяют каждый автомобиль. Пока они сталкиваются с диверсантами. Завязывается перестрелка. Террористы атакуют по двум направлениям. Есть первые жертвы. С большим трудом, но с защитником города удается отбиться. Противник ликвидирован. Стратегически важное предприятие в безопасности. Нужно чаще проводить тренировки, отрабатывать действия при разных ситуациях. Конечно, лучше, чтобы таких происшествий никогда не было. Но нужно быть готовым ко всему. Подобные сборы должен пройти каждый военнообязанный казахстанец. Территориальная оборона – полувоенное объединение граждан. От армии она отличается тем, что люди служат в тех же районах и городах, где живут. Каждый отряд следит за ситуацией в своем регионе. Руководят ими военком и местной власти. На военные сборы в столице пригласили около ста человек. Есть среди них офицеры запаса. Главная задача бригады территориальной обороны – защита столицы. В частности, стратегически важных объектов в случае войны или чрезвычайного происшествия. Сборы прошли хорошо. Рабочие места всех, кто принимал участие, сохранены. К тому же, несмотря на отсутствие на рабочем месте, им все равно начисляется зарплата. Это предусмотрено законом. Сборы территориальной обороны проводятся два раза в год. Следующие запланированы на конец лета. Смысл в том, чтобы поддерживать форму бойцов. Вернисаж «Жета Апа» художница Мольдер Харубайхзе прошел в столице. На своей выставке художница представляет работы, которые вписывают женщин в историю казахской современной культуры. Помимо традиционного войлока и текстурной краски, для выставки «Жета Апа» девушка экспериментирует с керамикой, искусственным камнем, бронзой и эпоксидной смолой. Кроме того, на выставке презентовали новую книгу казахстанской писательницы Камилы Ковязиной. Здесь представлены мои работы и мои мамы, курпешки, и мои дочери работы. Три ее работы про Ажеса, про бабушка, меня и себя нарисовала. Для нас это первое мероприятие в Астане, и мы с удовольствием приняли участие в этом проекте. Мы нашли коллег и друзей из галереи Салсера и сделали эту выставку полностью за свой счет. Привезли все работы, смонтировали, скурировали. И мы думаем, что Астана – это очень большой город, насыщенный, динамичный. И с точки зрения, наверное, культурного выполнения у Астаны есть очень большая потребность. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok